Табакокурение уносит каждый год жизни порядка 8 миллионов людей, из них почти миллион жертвы пассивного курения. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, мозга, легких. Мишенью для никотина становится не один орган. Основные влияния это, конечно, в первую очередь болезни дыхательных путей. Табакокурение или сейчас как модную молодежь вейп, поряд, это в первую очередь хронические воспалительные заболевания дыхательных путей. Хроническая обструктивная болезнь легких, это, наверное, самый яркий представитель. Второй момент, на который влияет содержащиеся в сигаретах и в жидкостях, которые для парения, это, конечно, онкологические заболевания. Те канцерогены, которые содержатся в табачном дыме, статистически у нас есть информация такая, что более 30 онкологических заболеваний данные вещества вызывают. Число сигарет, которые выкуривают в день хронический курильщик, может достигать более 20, а это содержимое одной пачки. Бывает, что эта цифра в разы увеличивается. Для того, чтобы наглядно показать вред от употребления никотина, эпидемиологи проводят разъяснительные мероприятия. Такая у нас есть кукла, зовут ее Сью, и она у нас показывает объем смолы от одной выкуренной сигареты. Сейчас мы закурим, собственно, и здесь вот в колбочке должны образовываться смолы, то есть через всю куклу они будут проходить. Трубка, расположенная в кукле, отражает тот процесс, который происходит на легких курильщиках. Теперь мы, собственно, можем оценить, какой объем смолы у нас образовывается лишь от одной выкуренной сигареты. Если сигарет условно пачка в день, то, конечно, в 20 раз смолы больше, чем здесь, образуется в человеческих легких всего за сутки. Сейчас, как альтернатива табачным изделиям, в мире позиционируются так называемые электронные сигареты, парогенераторы и вейпы. Но практические исследования доказали, что вред от них соизмерим, а иногда и превышает вред от выкуренной сигареты. Практически все жидкости, которые производители рекламируют как безникотиновые, содержат никотин. Исследования это показали. Кроме того, исследования показали, что реальное содержание никотина в жидкости всегда больше, чем заявлено, чем реальное. Средняя крепость жидкости для электронных сигарет содержит примерно 10-12 мг никотина на 1 мл. Если парильщик выпаривает 4 мл жидкости, он получает в день около 50 мг никотина. Тот, кто выкуривает пачку сигарет, получает примерно 20 мг никотина. Хотя реально, судя по интернету, средний парильщик выпаривает до 10 мл жидкости. Сложности с составом жидкости для паров. Некоторые вещества, которые негативно влияют на организм, вырабатываются при нагревании жидкостей. Некоторые из вкусовых искусственных добавок. Глицерин. Что он делает? Во-первых, он высушивает слизистую оболочку. Это первый неприятный симптом, который испытывает на себе парильщик. Поэтому производители говорят, больше пейте жидкости, но это не помогает. И сухая слизистая больше подвержена воспалительным инфекциям. Что делает еще глицерин? Он склеивает ворсинки дыхательного эпителия бронхом, благодаря чему бронхи не работают и жидкость, слизь не выталкивается из бронхом. Поэтому любое воспалительное заболевание у вейперов протекает более тяжело. Что делает пропилингрикон? Он разрушает сурфактант легких. Сурфактант – это вещество, которое поддерживает альвеолы в напряженном состоянии. Вопросом минимизации табакокурения уделяется пристальное внимание в мире. Основной целью профилактики вредного влияния курения на организм является полный отказ от курения. В этом году девиз Всемирного дня без табака звучит так. Нам нужна еда, а не табак, так как не только использование табака наносит вред, но и его выращивание. Это связано с тем, что 349 миллионов человек в 79 странах страдает и сталкивается с острой проблемой нехватки продовольствия. Для этого используются плодородные почвы до 3,5 миллионов гектаров, вырубается леса, и таким образом создается очень опасная экологическая ситуация, поскольку в процессе выращивания табака используются очень сильные канцерогенные химические вещества для его обработки и удобрения. Что же касается злоупотребления сигаретами, то у нашего региона по сравнению со всей республикой крайне неплохие показатели и динамика на снижение. По опросам эпидемиологов в области курит порядка 24% людей. Что же касается всей нашей страны, то этот показатель составляет 27%. Здоровье человека в его руках, но это именно та ситуация, когда можно минимизировать риски для себя. Спасибо. 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 Спасибо.